МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надо сказать, что видов велотуризма стало великое множество. Потому что мир развивается, и велосипед развивается. И раньше у нас был вот велосипед и все. А сейчас это уже не велосипед и все. Это бывает шоссер, бывает маунтинбайк. И отсюда и выросли некоторые виды туризма. Самый распространенный туризм сохранился со старого времени. Это когда люди с рюкзаками, сами по себе, с палаточками, на велосипедах. Все равно какой модели. Едут по лицам и так далее. Появился отдельный вид. Это шоссейный велотуризм. Это когда люди на шоссерах без груза ездят. А груз для них перевозят, например, либо машины сопровождения, либо в Европе даже есть такие вот фирмы, которые предлагают такие маршруты. И у них в сервисе утром вы выходите, садитесь на свой шоссер, оставляете свой чемодан и вечером приезжаете. Ваш чемодан уже в следующем отеле. Начинается сейчас, я уже видел, это зимний велотуризм. Уже предлагают людям ездить зимой по льду, в частности Байкала. Совершенно новый вид велотуризма, это велотуризм на фатбайках. В Марокко уже проводится, правда, еще в России нет, такие вот туры, когда люди на фатбайках, это велосипеды с такими вот колесами, ездят по совершеннейшему бездорожью, если говорить автомобильным сленгом, полный оффроуд. Велотуризм вообще очень быстро развивается, потому что людям всегда интересно посмотреть ту планету, на которой они живут. Плюс у большинства людей стала сидячая работа. И это стимулирует хотя бы в выходные или в отпуск оторваться от дивана, хотя это очень тяжело, и предаться каким-то активностям. Известно, что оборот индустрии велотуризма 44 миллиарда евро в Евросоюзе, а круизов, круизного туризма 39. Тут мы, кстати, плавно перешли к вопросу, откуда эти 44 миллиарда евро берутся? Есть такие виды туризма, которые приносят пользу экономике. Не только человеку приятно, но и экономике. Те виды туризма, когда человек едет по маршрутам, останавливается в гостиницах, ест в ресторанах, оставляет свои деньги в экономике. Очень распространено среди европейцев, особенно пожилого возраста, или наоборот семей с детьми. Это можно назвать организованным велотуризмом. Хотя люди бывают как покупают путевки на такие велотуры, так и едут самостоятельно, просто оплачивая и все организовывая самостоятельно. Для таких людей, в которых очень много, строятся велосипедные, национальные и региональные велосипедные маршруты и маршрутные сети. В этом году на велосипедном конгрессе в Москве мы выступили с инициативой о том, чтобы такая велосипедная маршрутная сеть была создана в России. Ну, чем и для кого это хорошо? Многие хардкорные велотуристы относятся к веломаршрутным сетям с таким, знаете, мыслью, ну, что там, вот, детский лепет. И они во многом правы, потому что для такого серьезного велотуриста, покорителя гор, перевалов, маркированный велосипедный маршрут кажется, ну, детской забавой. Но именно эти маршруты, они открывают возможности для тех людей, которые, вообще говоря, не велосипедисты, они не уверены в своих силах, но хотят хорошо провести время. Например, стандарт европейский, что каждый 40 километров должен быть на таком маршруте отель. Ну, представляете, вот многие 40 километров могут попытаться проехать за час, а тут люди 40 километров могут проехать за день. Вторая часть этой проблемы это то, что такие веломаршруты позитивно сказываются на экономике. Когда велосипедист едет, так сказать, где угодно, он может совершить там или здесь разовые покупки, но это не создает в целом экономического эффекта, да, в том или ином регионе. Не создает новые рабочие места для велосипедистов. Скучная тематика, но для страны важна. А когда для велосипедиста сделан маршрут, причем мой опыт показывает следующее, что если в Европе у вас есть выбор ехать по маркированному веломаршруту или просто как бог на душу положит, то в 99 случаев из 100, ну, может быть, в 95, ехать нужно по маркированному маршруту, потому что его делали люди с пониманием, где интересно, да, может быть, с разведкой, посмотрев разные варианты. Представьте себе, что вы вот человек, который планирует путешествие, ну, скажем, по Франции. Вот перед вами карта. Вы, конечно, понимаете, что по магистралям ездить нельзя. А где здесь самые красивые дорожки, самые, так сказать, безопасные дорожки? Это же вопрос. Когда вы видите, что кто-то проделал эту работу, и вот эта дорожка, обозначенная как веломаршрут, так, то вы понимаете, что здесь будет интересно и безопасно, и, как правило, не ошибайтесь. Вот примерно это мы хотим сделать и в России, потому что к этому есть заметные предпосылки. Ведь маршруты бывают не только региональными и национальными, но и международными. И известное дело, что в Европе развиваются международные велосипедные маршруты, некоторые из которых по плану наших европейских двухколесных братьев должны заходить и в Россию. Это Евровело-10 вокруг Балтийского моря, велосипедный маршрут, и маршрут Железный Занавес, который идет с самой северной точки, от Баренцева моря вниз до Море Адриатического. То есть уже на Западе есть люди, которые посматривают возможность приехать к нам в Россию, оставить у нас какие-то денежки, для того, чтобы они это смогли сделать, нужно создавать в частности такие вот велосипедные маршрутные сети. Года четыре назад я был приглашен в числе разных путешественников со всего мира к дубайскому шейху. И когда я спросил, был ли кто в России, то выяснилось, а это все люди, которые там либо велосипедисты, либо мотоциклисты, либо люди, которые ездят, совершают какие-то путешествия. Выяснилось, что все, кто побывал в России, все побывали в Петербурге, при этом почти все из них въезжали или выезжали либо через Прибалтику, либо через Финляндию. Петербург для путешественников настоящий такой вот узел. И велосипедисты очень любят въехать, например, в Нарве, в Ивангарде, в Россию и выехать в Финляндию. Это очень распространено. И два европейских маршрута, вот Евровело, они как раз проходят через Петербург. И это, в общем-то, для нас большая удача. Мы сделали пилотный проект, так и назвали Вело Россия 1, Петербург, Москва. Что значит пилотный проект? Мы проработали, где из Петербурга в Москву можно проехать в объезд трасс, чтобы было очень интересно. И получился проект, который очень интересен. Вот если человек, например, хочет понять, какая она Россия во всей своей многогранности, а ведь у нас была огромная история, была когда-то Русь, была когда-то Российская империя, был Советский Союз. Все это удивительным образом нанизывается на маршрут Петербург-Москва. И советский период, и имперский, и древнерусский, и очень интересные географические места, все попадает на этот маршрут. И крупные города, и маленькие. Проехав такой маршрут, он у нас получился 1100 километров, человек может сказать, что как-то он приобщился к нашей культуре. И это интересно не только для иностранцев, это для нас самих очень интересно. Потому что вот вся история в таких вот срезах представлена на маршруте. Мы сняли треки, опубликовали их в интернете. И, конечно, инфраструктуры нет, указателей нет. И все-таки, чтобы проехать такой маршрут, требуется определенная квалификация велотуриста. Хорошо иметь GPS-приемник. Кое-где дорог нет, а есть тропы. Надо иметь в виду, что может быть такой вот мокрый сезон, где на тропах будет плохо. Так или иначе, я вот этот маршрут проехал в свое время за 10 дней. Это получалось чуть больше 100 километров в день. Это, конечно, напряженно. Ну, здесь же не пустыня. Можно ехать частями. От Петербурга до Новгорода, от Новгорода до Твери, чтобы не просто проехать, но где-то пожить с палаткой на берегу озера, где-то посетить музей, не торопясь. Это оно того стоит. Навигатор, вот последний, я купил за 24 тысячи рублей. Конечно, мне он нужен, у меня их два. Но идея велосипедных маршрутов как раз заключается в том, чтобы привлечь широкие массы, которые, может быть, не такие вот true велосипедисты, как мы, у которых все есть изначально. Они, может быть, хотят просто попробовать. Они могут взять велосипед в прокат, значит, купить какие-то одежды для себя и поехать там с ребенком на три дня, понравится, не понравится. И для них не очень подходит история, что, ну вот, купи навигатор за 25 тысяч рублей, научись им пользоваться, что тоже, кстати, неминутное дело, да? Вот, и загрузи треки и поедешь. Для местных жителей очень часто бывает приход такого маршрута праздник. Вот я в Корее когда был, там сделан маршрут через всю страну из Сеула в Пусан. И в одном месте там посередине есть утиный ресторан. И я помню, как я говорил с человеком, который владелец этого утиного ресторана, как он относится к велосипедной инфраструктуре. Он говорит, знаешь, Илья, я здесь в этом месте, в этой страшной дыре, посередине, как говорят англичане, in the middle of nowhere, терпел страшное бедствие. Собирался закрывать ресторан, не знал, как мне выживать. Но провели главный корейский маршрут велосипедный, провели вот здесь вот. И получилось так, что судьба с ним сыграла добрую шутку. Вот он раньше был посередине in the middle of nowhere, вот 20 километров от какого-то поселка туда, 20 сюда. И сейчас это выстрелило, потому что велосипедисты, которые ездят, они массово стали есть именно у него, потому что альтернативы никакой нет. И он к этому ресторану открыл еще один зал. У него такой дом, значит, пристроил еще полдома, потому что не мог справиться с наплывом. То есть, по сути, в этом велосипедная инфраструктура вытащила такого человека из кризиса и вдохнула в его бизнес новую жизнь. И это очень важно и в наших условиях, потому что у нас очень большое расслоение в стране. Когда мы говорим о туризме в Ленинградской области, есть, например, Пушкин, куда ездят миллионы туристов в год. Царские дворцы, янтарная комната, великолепие. Не вопрос. А есть, например, места, куда туриста тертым калачем не заманишь. Но люди-то там на местах тоже как бы живут, и им есть, что им предложить. И вот я уверен, что если из Ивангорода до Петербурга сделать вот такой вот маршрут, например, то люди из Копорья, из Гостилиц, из Котлов, из Кингисеппо скажут большое спасибо, потому что у многих, я уверен, бизнес из такого вот выживания перейдет в более устойчивое развитие. И это очень важно. Протяженность и климат нам, да, мешают. Вот для велосипеда это, да, проблема. Получается так, что сезон велосипедный очень короткий. Я должен сказать, что вот прошу эту фразу воспринять правильно. Я сам зимний велосипедист. У меня там три экспедиции по льдам Северного Ледовитого океана и там пересечения всяких льдов в ассортименте. Но когда мы говорим о массовом туризме, то он очень сезонный. И люди не ездят совершать подвиг в массовом характере, в массовом порядке. И это нам сильно мешает. Потому что чтобы велотуризм работал на пользу в стране. И расстояние, и климат мешает. Если туристы едут у нас, например, три месяца в году, четыре, значит, остальное время бизнесы не будут получать этих туристов к себе. Все наши маршруты достаточно короткие, поэтому это так удобно. Особенно здесь, в городе. Проще на велосипеде, чем на автомобиле. Гораздо проще, если честно. С детьми и надо путешествовать так. Садитесь на транспорт и выезжайте, например, в Финляндию, в Латвию или Эстонию. К сожалению, самая тяжелая ситуация у нас в плане велосипедного туризма это с детским туризмом. Детям по дорогам ездить, вообще говоря, нельзя. Так? Это в правилах дорожного движения записано. А велодорожек или каких-то там лесных троп, которые годны были бы для этой цели, у нас тоже нет. И ситуация очень тяжелая. получается в этом плане. Что могу порекомендовать? Соловки. Когда вы приезжаете, это остров. На острове почти нет машин. Так? И там есть где покататься по дорогам монастыря. Валаам. В остальных местах такой классический многодневный туризм, когда люди едут, едут и едут, в России очень затруднен. И вот эти, кстати, велосипедные маршрутные сети, о которых я говорил, это как раз может быть решением. Потому что спрос на отдых с детьми, он есть. Так? Люди хотят, чтобы вот кататься с детьми. Но по дорогам с одной стороны запрещено нашим, да, правилами дорожного движения. Так? А с другой стороны по большинству дорог, даже где разрешено, все равно с детьми ездить страшно, потому что жесткий трафик. Ну, у меня трое детей, и я вот езжу здесь в Суаранди в полях. Так? С детьми. Или ездил на Кургальском полуострове по лесным и, так сказать, обычным дорожкам. Самая плохая ситуация в области велотуризма это именно с детским велотуризмом. У нас на часах 1965 год. Вот примерно так, как у нас сейчас дела в Европе в разных странах, конечно, по-разному, но в целом 1965-1970 год. Вот примерно вот так. Соответственно, считайте, вот сколько, 45-50 нам нужно для того, чтобы, если мы будем двигаться в нужном направлении, чтобы прийти в то состояние, в котором Европа сейчас. Ничего такого как бы в этом нет. Все страны развивались по каким-то своим путям, и Европа тоже неоднородная. Например, во Франции очень такая бедная велосипедная инфраструктура, а в Голландии и Дании фантастическая. В Германии великолепная. Есть к чему стремиться. Не хочу, чтобы это прозвучало пугающе. Чтобы в начале пути ну да, так случилось. Ну так надо по нему идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова